всем привет не знаю насколько интересен будет ролик насколько интересна тема может быть мужикам там некоторым будет интересно автолюбителям в общем неважно решил все-таки снять маленький ролик о том как я меняю резину и просто показать вам решил цены на резину я их некоторое время выбирал хотел сначала даже бушную купить здесь есть такие магазинчики в которых бушная продается в принципе там можно найти нормальное состояние вполне себе и дешевле но потом прикинул короче говоря решил новую взять потому что не стоит она того не слишком большая разница смотрите значит вот я по совету французов некоторых я спрашивал там у водителей например делать дешевле реально резину взять самый дешевый магазин и не все советовали фр здесь есть такая сеть гаражей она принципе я думаю по всей франции есть вот они там это гараж там они и чинят и резину можно найти у них там не очень много марок правда резины было у них были только michelin континент континенталь и их фирменная февертовская резина которая ну в общем то конечно я ездил на 306 я ездил я менял назад ставил ну я не успел там толком понять насколько она хорошая в общем попросил у них прайс на две резины на michelin на февертовской вот как какую стоимость они мне какой какой ценник они выставили да вот здесь резина michelin 195 65 15 диаметр 91 в потому что у меня посад в принципе то это 2 это до 270 километров если я не ошибаюсь мишленная север плюс модель и вот заодно за одно колесо 65 евро практически 64 99 65 евро они просят то бишь здесь цена за 2 и 15 евро они берут за работу то есть за одно колесо за демонтаж монтаж демонтаж 15 евро за одно колесо то есть вот общая стоимость за два колеса почему не знаю почему вот так они по два считают автоматически даже и цена вышла 160 евро за два колеса вместе с с монтажом демонтажом и февертовская резина я даже не знаю имеет ли смысл говорить но скажу ее название тоже в эфисенси юич пи феверт чисто французская их фирменная толком даже не знаю с кем они там сотрудничать но в общем я так и на всякий пожарный посмотреть просто какая будет стоимость вот за нее они просят 49 49 за одно колесо и за два с демонтажом 128 получается принципе ну как поскольку мне говорили что это самый дешевый магазин я решил думаю наверное надо менять что там уже выделываться а потом что-то в последний момент думаю не наверное все таки проедусь еще и поехал посмотреть в леклерковский леклерковский магаз вот сеть супермаркета в леклерке у них есть свой гараж вот она находится сзади меня если видно там входная далеке стал и у них я посмотрел на цены мало того что у них выбор резины чуть поболее и оказалась такая штука так неудобно блины бумажку камеру держать вот она она мое колесо мой диаметр мои размеры 195 65 r15 на то же самое 91 в и вот он идет первый michelin у них стоит 5850 то есть у феверта они просили 65 за колесо здесь 58 50 уже понял что дело красивое в общей за четыре колеса как бы экономия какая-никакая имеется и потом я посмотрел что у них оказывается есть еще гудгировские хэнкуковские колеса и какая-то low fan я честно говоря даже такой фирмы не знаю вот на них цены такие 5150 5150 гудгиры хэнкук одинаковая цена 4290 low fan но ее даже не рассматриваю честно говоря первый раз наверное в жизни такое название даже услышал китайская какая-то чертова знает хэнкук насколько я знаю корейская контора гудгиры насколько я знаю делают в германии по крайней мере на европейский рынок делаю в германии и в принципе я вот подумал поразмышлял у меня сейчас стоит на машине стоит мишленовская резина как раз тот самый север правда тут грязная тоже в таком виде конечно не красиво ехать менять ну или ничего поделаешь сегодня у нас дождик вот она мишленовского мне резина как раз по-моему energy север да только не плюс а energy север то есть еще старый здесь тоже даже я смотрю ну резина на самом деле ушат она здесь плохо видно но резина довольно ушатанная впереди еще более ушатанная мне даже в гараже когда я масло меня мне даже чуваки сказали о мол чего к тебе уже пора уже это довольно такие стрёмно есть на такой резине ну и в общем то я решил собственно вот это та самая резина которую буду менять и их но это уже это уже май мои здесь и бомбас и художество видите мои я люблю с этими с белыми с белыми надписи льками то я сам уже художницам заниматься конечно все кустарно как бы выглядит когда настоящие заводская заводские напись это круче ну на самом деле на ходу машине не особо да и видно мне почему-то нравится короче решил я в итоге не брать мишлен потому что все-таки разница в 7 евро за одно колесо ну какая-никакая разница а гудировский вроде бы я посмотрел там ютюбе обзоры я смотрел принципе и хэнкук и гудир но все-таки отдал свое предпочтение гудиру вот его наверное сейчас поставлю я не знаю насколько удастся снять гараже это маловероятно они здесь вообще у них как-то так принято ты машина отдаешь чуть ли не вообще-то на стоянке вот так вот просто ключи отдаешь он выходит сам гаражист берет ее заезжает и они там внутри все делают в принципе редко когда клиенты туда заходят вообще ну не знаю может быть там какие-то по знакомству и заходят но в целом вот сколько раз я видел происходит так что ты в принципе даже не особо присутствуешь при этом процессе поэтому не знаю насколько удастся снять там что-то я вам просто наверное покажу потом когда поменять в общем посмотрим так ну что же зашибись моё моя полоса невезений продолжается даже в таких казалось бы мелочах зашел я к ним оказывается сегодня уже все уже там забита очередь короче сегодня не получится ну и вот вам пожалуйста сервис французский да здесь конечно такое не часто встретишь но как видите бывает я даже не знаю теперь сижу уже время пол четвертого то есть можно было бы у них взять резину и поехать на тот же февер например поменять у них там никогда не было такого что приезжал и прямо вот говорили что сегодня нихрена не выйдет но с другой стороны уже пол четвертого короче не стоит наверное все эти хитро-мудрые выверты того не стоит но так в принципе да можно было у них купить резину а там поменять у них точно также 15 евро за замену колеса за бортиру бортировку разбортировку как-то правильно замену резины это конечно не наши шиномонтажки где-нибудь там в захолустье в каком-нибудь ржавом гаражике там шиномонтажка бац-бац за пять копеек приехал и и все сделал тут таких я честно говоря не встречал даже ну именно шиномонтажек то есть по механикам то есть конечно тут чуваки которые там чуть ли не дома у себя там занимаются в тихорца там подделывают к ним можно поехать что-то помастырить но все-таки для того чтобы резину поменять нужны не некоторые прибамбасы а у кого еще такие есть и не знаю поэтому тоже 15 евро за колесо в итоге 60 евро заплатить только за замену тоже конечно деньги не маленькие ладно что тогда придется завтра сюда возвращаться и надеяться что завтра получится тогда продолжим для вас это собственно через секунду продолжится для меня завтра так ну что же приехал я на второй день к счастью сегодня все окей уже сдал я зашел сдал ключи свои как я говорил в принципе они не надо никуда даже и подгонять он просто берет ключи и потом выходит ищет машину из загоняет я вот я все-таки решил помыть вода до сих пор даже капает мойка как раз рядом нормальная мойка на которой я часто моюсь ну так как то вроде посолить не а то она мне уже себя было в грязючке вообще еще вода с неё капает ну и в общем то до магазине я не снял там как-то не уютно не знаю давайте попробую пройти сейчас гаражи может быть сами немножко снять мне часик где-то надо гулять он сказал через часик будет готова ай блин ленте как самолет низко 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 но на камеру на это как всегда далеко идет на посадку совсем рядом вот он этот магаз ну там кусочек здесь вот я так понимаешь и на монтажка а там с той стороны еще есть несколько въездов под разные услуги там кому что менять часы покажу как раз заправку что-то асфальт но вы делают еще грузовиков вот они ведь и здесь по электронике сюда въезжать мотов мотоциклы туда тормоза туда амортизаторы геометрию видан же видан же это смена масла в общем под каждый под каждую услугу свой свой такой дельчик в общем теперь мне надо погулять часик они мне пришлют смс-ку потому что можно забирать мы все не буду забирать так ну все забрал вот она уже стоит моя красотка с новыми колесиками но по крайней мере снова резины давали мне бумажек гарантия ух ты блин а чего не такие грязные капец колеса грязно только помыла такое все грязничая жесть какой-то она такое круглая я ожидал что он будет выглядеть посимпатичнее так сейчас да конечно я думал обуза made in франция кстати ох ты ж елкин дрен гудир оказывается здесь свое производство есть я просто знаю что в снг в основном made in germany хотя там вообще разные могут быть но тем не менее никого-то как-то совсем другого чувства как будто она меньше по страну я думаю это обманчивое впечатление в общем говорил так вот завершилось это дело за заменой резины надеюсь все с ней будет хорошо хотя они здесь конечно дают бумажечку такую гарантия два года на эту резину но блин тоже все не так просто специальность конечно зайти на сайт зарегистрировать там чё-то для того чтобы это гарантия начала действовать тоже хитрожопая ну в общем 252 евро все это вышло почему-то наверное все-таки там я видел объявочку у них что 40 процентов 40 процентов скидка на именно на работы то есть не на саму резину на работы и вот я смотрю не 60 так сейчас я тут есть да вот 40 процентов короче говоря чуть чуть даже меньше получилось чем я ожидал я рассчитывал 266 должно было получиться получилось 252 16 вот такая вот история про замены в принципе конечно ничего особенно как я в самом начале говорил но мало ли может кому-то будет интересно все на этом все всем спасибо отписывайтесь свое мнение там конь напишите как у вас если вы живете в другой стране либо даже во франции например может вы знаете и посоветуете мне какие-то более выгодные гаражи или что-нибудь такое все всем пока спасибо до новых видосов и